Великие вожди пролетариата не поверили бы собственным глазам. Пожар мировой революции раздула 15-летняя школьница. Грета Тунберг возглавила молодежное движение за экологию и ругает политиков с трибуны ООН. Вы украли мои мечты и мое детство своими пустыми словами. Как вы смеете? Официальная версия того, как прославилась Грета Тунберг, гласит, что это была случайность и простое стечение обстоятельств. Но расследование программы «Код доступа» приводит к выводу, что Грета – заранее спланированный проект, у которого есть конкретная цель. В чем она заключается? Смотрите в нашей программе, какое отношение к Грете Тунберг имеет таинственная организация под названием «Римский клуб». Один из участников «Римского клуба» где-то в 96-м году выразился, что вообще нужно бы сократить население процентов на 95. Почему бренд Греты Тунберг стоит 6 миллиардов долларов? Проблема экологии – это вопрос большого бизнеса, крупного финансового капитала. Как детей используют в политике и на войне? Они выбросили новорожденных детей из инкубаторов и оставили умирать на холодном полу. Какова финальная цель тех, кто раскрутил Грету Тунберг? Волнение, экологический терроризм, ультиматумы, которые будут ставить перед некоторыми странами. Это «Код доступа» к Грете Тунберг и секретам современных политических технологий. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня юную экологическую активистку из Швеции Грету Тунберг нередко называют «жанной дарк нашего времени». Ну, если уж проводить исторические параллели, то, на мой взгляд, не лишним обратиться к истории более давних времен. Итак, май 1212 года. Двенадцатилетнему французскому пастушку по имени Стефан было видение. Перед ним якобы предстал Иисус в образе монаха, который велел мальчику организовать новый крестовый поход на Иерусалим с участием исключительно детей, которые без оружия, только словом Господа, освободят святую землю от мусульман. Мальчик начал проповедовать. Его слова услышали во Франции и в германских землях. Стефан говорил о том, что Бог отвернулся от взрослых грешников, но обязательно поможет невинным детским душам в священном деле освобождения Иерусалима. Многие поверили 12-летнему пастушку, и вскоре он собрал, внимание, 30-тысячную армию своих ровесников. Ну, судя по историческим хроникам, в их числе не было французских детей, которые сначала пошли в Париж к французскому королю Августу, который, разобравшись в ситуации, отдал мудрое указание распустить всех детей по домам. А остальные, в основном дети из германских земель, через несколько месяцев, испытав колоссальные лишения пешком, все-таки добрались до итальянского побережья. Детям внушили, что здесь Средиземное море раступится перед ними, и они пешком дойдут до Святой Земли. Но, разумеется, этого не произошло. И вот тут на помощь пришли два итальянских купца, которые сказали, что предоставят семь кораблей и доставят детей в Иерусалим. Поместились всего несколько тысяч человек на эти корабли, и оставшиеся на берегу очень горевали. Но, как оказалось, как раз этим оставшимся повезло больше всего, потому что корабли пришли не в Иерусалим, а в Алжир, где купцы продали детей работорговцам. Так к чему, собственно, я рассказал вам эту историю? Какое отношение она имеет к шведской активистке Грете Тунберг? Сегодня мы поищем код доступа к ответу на этот вопрос. Меня зовут Грета Тунберг. Мне 16 лет. Я из Швеции. И я хочу, чтобы вы паниковали. Официальная история Греты Тунберг звучит так. 20 августа 2018 года она впервые вышла протестовать против равнодушия политиков к проблемам экологии. 15-летняя девушка села у шведского парламента с картонным плакатом. Случайный прохожий сфотографировал Грету, а снимок опубликовал в социальных сетях. Трогательная фотография школьницы моментально разлетелась по интернету. Эта новая искренность, которая идет от детей, это некая попытка защиты и поиска действительно вот такой настоящей искренней информации. На следующий день Грета дала интервью крупной шведской газете, где рассказала о своих требованиях. В 2015 году в Париже 180 стран договорились сократить выбросы углекислого газа на 15%. В числе этих государств была и Швеция, но на деле она ничего не предприняла. Узнав об этом, Тунберг пообещала каждую пятницу вместо уроков выходить на забастовку, пока ее страна не начнет выполнять условия Парижского соглашения. Вскоре к пикетам Греты присоединились десятки тысяч школьников по всей Швеции. Люди твердят, что изменение климата – это угроза нашей жизни и самая важная проблема. Тем не менее, все продолжают жить, как жили. Я этого не понимаю. Если выбросы надо остановить, то почему мы этого не делаем? Грета выросла в артистической семье. Должно быть, поэтому она так хорошо держится перед камерой. Ее отец – Сванта Тунберг, актер. Мать – популярная оперная певица Малена Эрнман. Им обоим пришлось отказаться от своей карьеры. Удивительно, но сделать это их заставила 11-летняя дочь. Когда мне было 11 лет, я впала в депрессию. Я перестала разговаривать и перестала принимать пищу. За два месяца я потеряла примерно 10 килограммов. Спасибо. Грета почти ничего не ела целых два месяца. Это настолько напугало ее родителей, что они начали выполнять все ее условия, лишь бы депрессия не повторилась. Первым требованием было стать вегетарианцами. Вторым – отказаться от автомобиля и передвигаться только на велосипедах. Третье условие – поставила крест на карьере матери Греты. Раньше Малена Эрнман была настолько популярна в Швеции, что в 2009 году представляла свою страну на Евровидении в Москве. Правда, заняла Малена лишь 21-е место. Но ее карьеру певицы похоронила не эта, а третье требование Греты – полностью перестать летать на самолетах. Тогда Грета поняла, что жесткими требованиями и шантажом она может добиться от взрослых чего угодно. Звучит парадоксально, но помогает ей в этом врожденный синдром Аспергера – мягкая форма аутизма. Девушка называет свою болезнь даром, благодаря которому она не способна идти на компромиссы. Тем из нас, кто имеет эту особенность, мир кажется черно-белым. Мы не умеем врать. И нам не нравятся социальные игры, в которые многие из вас так любят играть. Внимание! Это была официальная биография Греты Тунберг. После рекламы вы узнаете, как и благодаря кому шведская школьница стала звездой на самом деле. Фактически она в настоящий момент один из самых серьезных лидеров общественного мнения. Какое отношение к Грете Тунберг имеет таинственная организация под названием «Римский клуб»? Один из участников «Римского клуба» где-то в 96-м году выразился, что вообще нужно бы сократить население процентов на 95. И почему бренд Греты Тунберг стоит 6 миллиардов долларов? В наше время существует довольно отработанная технология, проще говоря, методичка, как обыкновенного человека превратить в кумира сотен тысяч, а то и миллионов людей. Ну, конечно, такой человек должен обладать рядом отличительных черт. Ну, во-первых, будущий кумир должен чем-то выделяться на общем фоне. Ну, будь то манера говорить или жестикуляция, или даже какие-то психические его особенности. Во-вторых, для того, чтобы человека полюбили миллионы, в его жизни должен обязательно быть какой-то травмирующий момент, в результате чего этот человек выйдет все-таки победителем. И, наконец, человеку такому необходимо во внешности иметь какую-то запоминающуюся деталь. У Греты Тунберг все это есть. И особенности психики, которые выделяют ее из толпы, и тяжелейшая депрессия, из которой она с успехом вышла, и знаменитые косички. Ну, казалось бы, все сложилось. Но случайно ли сложилось? Вы знаете, кто был тот человек, который впервые обратил внимание на шведскую девочку Грету Тунберг, пикетирующую здание парламента, и разместил ее фото в интернете? Зовут этого человека Ингмар Ренцхок. Это весьма известный в Швеции специалист по пиару, который пользуется в стране значительным влиянием. И что самое интересное, не так давно в прессе появилась интернет-переписка господина Ренцхока с другим шведом по фамилии Торрен. Торрен тоже известный человек в Швеции. Он лоббист, обслуживающий интересы богатейших семей страны. Так вот, из этой переписки явствует, что еще за неделю до первого пикета у парламента Греты Тунберг о нем было известно и господину Ренцхоку, и господину Торрену. И поэтому появление шведского пиарщика в определенном месте у парламента, в определенное нужное время было отнюдь не случайно. Это Ингмар Ренцхок. Именно он первым сфотографировал Грету перед зданием парламента. Вот этот снимок. С него-то все и началось. 20 августа 2018 года. Крохотная фигурка школьницы, сидящей на земле, у стен парламента. Ренцхок утверждает, что просто проходил мимо и увидел девочку совершенно случайно. Однако мы выяснили, этот человек был предупрежден о пикете Греты за неделю. Кто же такой Ингмар Ренцхок? Крупный инвестор, финансист. В августе 2018 года он руководил экологической организацией с необычным названием «У нас нет времени». Ее цель – привлечение крупных инвестиций в развитие солнечной и ветровой энергетики. Кроме того, Ингмар Ренцхок сотрудничает с фондом «Реальность климата», которым руководит Альберт Гор, бывший кандидат в президенты США, а ныне экологический активист, обеспокоенный проблемой глобального потепления. Кто же рассказал Ингмару Ренцхоку о том, что девочка Грета собирается устроить пикет у здания парламента? Это Бо Торрен, известный в Швеции лоббист. Он сотрудничает с богатейшими семьями в этой стране и руководит частным фондом «Далсланд», который вкладывает деньги в развитие зеленых технологий. Этот человек познакомился с Гретой в мае 2018 года. Тунберг тогда получила второе место на экологическом конкурсе, который проводила одна из шведских газет. Торрен тогда как раз искал новые лица для организации молодежного протеста против использования нефти и газа в качестве энергоносителей. Мы сейчас наблюдаем бунт сытых и довольных. Мы видим все эти протесты в развитых западных странах с достаточно высоким уровнем жизни. Когда в Африке или в Южной Азии дети просто ищут себе пропитание и какую-то возможность выжить и дожить до совершеннолетия, то, конечно, им нет до борьбы с мировым экологическим кризисом. Это уникальный документ. Единственный снимок плохого качества, сохранившийся в интернете. Остальные копии уничтожены. Письмо лоббиста Бо Торрена, экологическим активистам страны, о том, что 20 августа 2018 года состоится одиночный пикет шведской школьницы Греты Тунберг. Такое же письмо получил и финансист Ингмар Ренсхок. Вот приглашение на встречу. Вы можете принять участие и получить помощь от молодых людей, чтобы ускорить переход к устойчивому обществу. Получается, Грета с самого начала была не одна. Сейчас вы услышите запись телефонного разговора с лоббистом Торреном, которую сделали журналисты. Видимо, он не был предупрежден, что разговор записывается, и признался, что именно он посоветовал Грете начать забастовку. Я предложил начать школьную забастовку перед началом выборов. Грета загорелась этой идеей. Но нас до сих пор продолжают убеждать в том, что фотография одинокой школьницы возле шведского парламента была сделана случайно. Я прекрасно понимаю, какие силы за ней стоят и чего они добиваются. Эти силы имеют контроль над международными средствами массовой информации. Они могут сделать имидж, пропиарить и превратить девочку-выдол для всего остального человечества, просто потому что они имеют информационную монополию в рамках Европы, в рамках Соединенных Штатов. Возможно, Грета Тунберг даже не догадывается, что ее феноменальная популярность стала результатом заранее продуманного плана опытного пиарщика и шведского экологического лоббиста. Грета утверждает, что из-за своей болезни она не способна лгать и притворяться. Тогда почему ее уже несколько раз ловили на лжи? 15 декабря 2019 года Грета Тунберг опубликовала в своем твиттере эту фотографию. Подпись гласит «Путешествую на переполненных поездах через Германию. Наконец-то еду домой». Судя по фотографии, активистка всю дорогу сидела чуть ли не в проходе. Через несколько часов перевозчик, компания Deutsche Bahn, ответила на эту публикацию. «Дорогая Грета, спасибо за поддержку железнодорожников в борьбе против изменения климата. Мы были рады, что в субботу вы присоединились к нам на поезде, который на 100% использует возобновляемые источники энергии. Было бы еще лучше, если бы вы упомянули, как дружелюбно и профессионально наш персонал обслуживал вас на вашем месте в первом классе». Независимо от того, кто придумал проект под названием «Грета Тунберг», благодаря ей проблема экологии стала темой номер один в Европе и США. Британский журнал «Тайм» включил школьницу в сотню самых влиятельных людей мира. С юной девушкой общался генеральный секретарь ООН, лидеры многих стран и даже Папа Римский. «Храни тебя, Господь! Продолжай делать то, что ты делаешь. И иди вперед!» Известно, что у Греты охраны едва ли не больше, чем у самого Папы Римского. В январе 2020-го репортер канадского интернет-канала Rebel News King Bext прилетел в Стокгольм, чтобы задать Грете несколько вопросов. Он обратил внимание, что на пикете охранников оказалось едва ли не больше, чем участников протеста. «Вы, ребят, охрана Греты Тунберг?» «Да». «Кто вам платит?» «Я не дам вам никаких комментариев». На этих кадрах видно, что во время пикета Тунберг охраняют как минимум четыре человека. «Эй, что вы делаете?» «Не толкайте меня!» «Да что вы о себе возомнили?» «В США и Европе услуги одного телохранителя стоят в среднем тысячу долларов. То есть один день обойдется в четыре тысячи. Грета устраивает пикеты каждую пятницу. В год на охрану получается астрономическая сумма в 200 тысяч долларов. Откуда у родителей Тунберг такие деньги?» Протест скандинавской школьницы поддержали полтора миллиона подростков из 150 государств. «Фактически она в настоящий момент один из самых серьезных лидеров общественного мнения, мировых лидеров общественного мнения. Не случайно журнал «Тайм» собственно ее на свою обложку поместил. Не случайно ее номинировали на Нобелевскую премию мира». Комментировать протест Греты приходится лидерам почти всех развитых стран. «То, что молодые люди, подростки обращают внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии, это правильно и это очень хорошо. Их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения». Если Грету Тунберг используют, то кто эти люди и в чем состоят их интересы? Смотрите далее. Какое отношение к Грете Тунберг имеет таинственная организация под названием «Римский клуб»? Один из участников «Римского клуба» где-то в 96-м году выразился, что вообще нужно бы сократить население процентов на 95. Четыре версии того, кто придумал проект под названием «Грета Тунберг». «Нарастающая спираль». Грета выступает, это оказывается успешным, в нее вкладывают, она опять выступает. И почему бренд юной шведской девушки стоит 6 миллиардов долларов? В сентябре 2019 года Грета Тунберг впервые выступила с трибуны Организации Объединенных Наций. Говорила, понятное дело, об экологии. Со слезами на глазах, дрожащим голосом, но при этом весьма агрессивно. Речь эта произвела на присутствующих большое впечатление. Но не только на них. Представители шведских органов опеки вызвали к себе родителей Греты Тунберг, чтобы выяснить, как они довели девушку до нервного срыва. Ну и в целом, конечно, роль семьи во всей этой истории вызывает, мягко говоря, недоумение. Грета Тунберг на самолетах не летает. Поэтому в Нью-Йорк она добиралась через Аплантику на комфортабельной яхте миллионера Пьера Козераги. Экипаж яхты в Европу вернулся на самолете. Также на самолете в Нью-Йорк прибыл и другой сменный экипаж. Все это стоило, конечно, немалых денег, как и проживание Греты Тунберка и сопровождающих ее лиц в Нью-Йорке. Один только переход через Атлантику обошелся организаторам почти в 50 тысяч долларов. Ну, конечно, обо всем этом, возможно, Грета Тунберг ничего не знала. Но вот ее отец, который постоянно был рядом, наверняка был осведомлен о порядке цифр, как и о том, что такие подарки, такие щедрые подарки, просто так не делаются. Так кто же спонсирует экологические протесты шведской активистки? По странному стечению обстоятельств, уже через три дня после первого пикета Греты перед зданием шведского парламента на прилавках книжных магазинов появилась книга, написанная родителями о своей дочери. Но всем очевидно, что на паре книг много не заработаешь. А вот на феноменальной популярности еще как! Шведская школьница собирается запатентовать название основанного ею экологического движения «Пятницы ради будущего». Уже сейчас специалисты оценивают этот бренд в 6 миллиардов долларов. Это такая нарастающая спираль. Грета выступает, это оказывается успешным, в нее вкладывают, она опять выступает, успех разрастается, в нее начинают вкладывать еще больше. Поначалу больше всех на протесте Греты Тунберг заработал специалист по пиару Ингмар Ренсхок, который якобы случайно сфотографировал девушку у шведского парламента. Семья активистки начала активно сотрудничать с этим человеком, но вскоре они поссорились. В сентябре 19-го отец Греты заявил, что у них с Ренсхоком был контракт о сотрудничестве, но теперь он расторгнут. Якобы Ингмар оказался просто бизнесменом, который использовал имя Греты и заработал несколько миллионов долларов. Проблема экологии – это вопрос большого бизнеса, крупного финансового капитала. Дело в том, что целью этого финансового капитала является рефинансирование мировой экономики под прикрытием экологической тематики. Мало кто знает, что все лозунги, под которыми сегодня протестует Грета Тунберг, уже звучали из уст другой такой же девушки. В 1992 году 12-летняя девочка из Канады, Северн Сузуки, выступила с речью на конференции ООН по экологии. Она пригрозила, что откажется рожать детей, если кто-нибудь не займется решением проблем экологии. Я боюсь выходить на улицу из-за озоновых дыр в атмосфере. Я боюсь дышать воздухом, потому что не знаю, какие химические вещества содержатся в нем. Вот что сегодня говорит Грета Тунберг. Это все неправильно. Я не должна быть здесь. Я должна быть в школе, по другую сторону океана. Тем не менее, вы приходите к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Мы в начале массового вымирания, а все, о чем вы можете говорить, это деньги и сказки о вечном экономическом росте. А вот что за 28 лет до Греты с трибуны ООН говорила ее сестра-близнец Северн Сузуки. Я борюсь за свое будущее. Потерять свое будущее не то же самое, что потерять несколько процентов на фондовом рынке или проиграть выборы. Я пришла сюда для того, чтобы говорить от имени всех будущих поколений, от имени детей, голодающих во всем мире. После этого выступления в странах всего мира начали отказываться от фреона, химического вещества, которое использовалось в производстве холодильников и якобы разрушало озоновый слой. Тогда использовали девочку для того, чтобы так повлиять на политику. Чистая, так сказать, торговая война, чистое, так сказать, использование экологического фактора в этой торговой войне. А вот эта девочка сегодня. Северн Сузуки вышла замуж и родила двоих детей. Она исчезла с экранов сразу после того, как компания «Дюпон», производившая холодильники, разорила конкурентов и заставила весь мир поменять свою бытовую технику на экологически чистую. Примерно то же самое происходит и сегодня на фоне протестов Греты Тунберг. А то, что торговые войны начались, вы можете наблюдать, посмотрев котировки акций крупнейших компаний, добывающих и использующих углеводороды. Они падают, а уже инвестиционные ограничения в банках есть. Это все следствие той тайной игры, которая началась с этой девочкой и будет продолжаться. О том, какие деньги стоят на кону, можно понять из политики бывшего президента США Барака Обамы. В 2015 году он принял план чистой энергии, который подразумевал инвестиции в экологические технологии на 30 миллиардов долларов. Сотни угольных электростанций планировалось закрыть, а вместо них построить ветряные и солнечные. И это было лишь начало. Сотни уважаемых бизнесменов должны были озолотиться. Но Дональд Трамп оказался противником такой политики, отменил план Обамы, и даже назвал глобальное потепление мистификацией. И надо же было такому случиться, что через два года после прихода Трампа к власти об экологии заговорила Грета Тунберг. В октябре 1990 года перед комиссией по правам человека Конгресса США выступила кувейтская девушка, которая со слезами на глазах рассказала о зверствах иракских солдат, оккупировавших Кувейт. Ее выступление нельзя смотреть равнодушно. Иракские солдаты вошли в больницу с оружием. Они вытащили детей из кювезов и оставили умирать малышей на холодном полу. Из соображений безопасности прессе предоставили только имя этой девушки Найра. А ее выступление стало предлогом для начала военной операции США в Кувейте против Ирака, которую назвали «Буря в пустыне». Чуть позже выяснилось, что Найра это дочь посла Кувейта в США Сауда Аль-Сабаха. А ее речь от первого до последнего слова. Написано специалистами американского пиар-агентства Хилл и Нолтон. Но дело было уже сделано. После завершения военной операции в Кувейте США объявили Ираку экономическую блокаду, в результате которой это прежде всего хронический недостаток продуктов питания в стране и медикаментов. По данным ООН в Ираке погибли около 500 тысяч детей. Использование детей в политике стало частью технологии по воздействию на сознание обывателей еще 30 лет назад. Сегодня в ООН есть целая группа подростков, которые произносят серьезные речи, помогая взрослым политикам отстаивать свои интересы. Почему мои слова производят такое сильное впечатление? Я думаю, во-первых, потому что я ребенок. А когда ребенок говорит что-то типа «Вы украли мое будущее», взрослые чувствуют себя виноватыми. Иногда детей используют откровенно циничным образом. В 2016 году, когда сирийская армия вела тяжелые бои за освобождение города Алеппо, вся западная пресса начала тиражировать сообщения из города семилетней девочки Баны Алабет. Вот фотография с обращением к президентам России и Сирии. И к ней подпись «Пожалуйста, прекратите нас убивать, нам нужен мир». А еще в твиттере девочки есть и такие записи. «Дорогой мир, лучше начать Третью мировую войну, чем позволить России и Асаду устроить Холокост в Алеппо». На хорошем английском твитит о зверствах Асада умирает, рождается снова. То есть, или как дети, которые гримируют, которые якобы жертвы кровавого режима Асада. То есть, вот окровавленные, убитые дети, хотя потом, как выяснилось, они все встают, смывают грим. На этом базируется 99% так называемых доказательств. После того, как Ингмар Ренсхог сделал самую первую фотографию протестующей Греты, всего за один день ее опубликовали на своих страницах в социальных сетях 2500 человек. И это далеко не случайность. Передачей фотографий активно занимались участники экологического фонда «Реальность климата», основателем которого стал бывший кандидат в президенты США Альберт Горр. Тот самый человек, который в 2007 году сделал глобальное потепление экологической проблемой номер один в мире. «Если вы посмотрите на предысторию возникновения экологического движения, то оно сравнительно молодое. Одним из крупных идеологов этого движения был Альберт Горр, вице-президент Соединенных Штатов, который сделал на этом серьезное состояние». Ренсхог принимал участие в образовательной экологической программе, которую проводит фонд Элла Гора. Но этот американский политик не был первым человеком на планете, который заявил, что мы сами убиваем землю. Еще в 1972 году с этим тезисом выступила таинственная организация под названием «Римский клуб». Римский клуб был ориентирован на уничтожение СССР. Вся деятельность этого клуба была подчинена идее, в том числе противодействия той новой, на самом деле концентрированной, выраженной идее, которая несла в себе социалистическая идея равенства, братства, людей, народов в «Римском клубе» этого нет. Там другая идеология. Какая связь между безобидной девушкой Гретой Тунберг и «Римским клубом»? В мае 2018 года Ингмар Ренсхок вошел в правление экологической организации «Глобальный вызов». Одним из членов ее совета директоров является президент «Римского клуба» Андерс Викман. Это один из самых известных шведских политиков и борцов за экологически «Чистые технологии». Главной идеей была связка между ростом численности населения на планете и угрозой для природы планеты. Вот это экологический мейнстрим, вовремя подхваченный, но специфическим образом осмысленный специалистами «Римского клуба». Он, собственно, и начал становиться этой идеей. Почему члены «Римского клуба» так одержимы зелеными технологиями? Потому что их внедрение неизбежно приведет к обвалу экономики всего мира и безработице. Но зачем вообще стремиться к подобной цели? В конце 18 века английский ученый, экономист и священник Томас Мальтус разработал теорию, что неконтролируемый рост населения планеты неизбежно приведет к голоду и социальным потрясениям. Избежать этого можно только нравственными ограничениями и путем войн. И одним из проводников этой идеи, активнейшим проводником, стал как раз этот римский клуб. Один из участников римского клуба где-то в 96-м году выразился, что вообще нужно бы сократить население процентов на 95. Всего через неделю после того, как Ингмар Рейнсхог сделал самую первую фотографию протестующей Греты, он вместе с президентом римского клуба написал статью о необходимости форсировать экологизацию мировой экономики путем действий снизу вверх против национальных правительств. Причем действовать надо через широкую социальную мобилизацию, которая происходит в обществах под угрозой войны. На сегодняшний день мобилизовать Грети Тунберг удалось полтора миллиона человек по всему миру. Ее сторонники есть и в нашей стране. Когда мы какими-то другими способами не можем привлечь внимание общественности, то так, на нас обращают внимание и это начинают учитывать, потому что после того, как в Германии, в Испании и в других странах начали выходить не два человека, как там у нас, например, а начали выходить десятки, сотни, тысяч человек, это начало влиять политическую повестку. В сентябре 2019 года экологические пикеты прошли в 27 городах нашей страны. В каждом из них приняли участие не более нескольких десятков человек. Для сравнения, в одном только Берлине на улице вышло 270 тысяч. Это должно быть настолько важно каждому и каждой, что это нельзя игнорировать там. Это Аршак Макичан, он последователь движения Греты Тунберг в России. Я совершенно случайно узнал о забастовке Греты в Твиттере и она меня тронула, мне ее посыл, что это в первую очередь наше будущее, но тогда я еще практически ничего не знал по теме климата. И я начал читать и начал понимать, насколько ужасна ситуация, что проблема не только с мусором и не только с воздухом, а все намного серьезнее. еще до того, как Аршак узнал о Грете Тунберг, он отказался от одноразовой посуды, начал разделять мусор и стал вегетарианцем. После начала протеста в шведской школьнице он вдохновился ее примером и начал выходить на пикеты в Москве. Но в какой-то момент говорить про то, что глобальное изменение климата не влияет на нас стало сложно, потому что у людей есть глаза, они видят лишние пожары, наводнения и другие природные катастрофы. 20 февраля Аршак Макичан и другие активисты провели открытую встречу, чтобы рассказать о своем движении широкой аудитории. Но оказалось, далеко не все готовы их поддержать. Аршак, вы несколько раз ссылались на научные сообщества. Я, честно говоря, когда сюда шел, надеялся, что, может быть, что-то существенное здесь прозвучит. Если вы хотите услышать мнение ученых-климатологов, то, наверное, вы и не туда пришли, я не ученый, я по образованию скрипачек. Люди сами должны искать, эти статьи есть в интернете, просто искать и читать их самим. В интернете много чего, как, извините, на свалке. Если вы выходите сюда, то надо как-то подготовиться содержательно, чтобы мы могли перед вашим мнением, надеюсь, авторитетным, какие-то конкретные статьи посчитать, от чего-то оттолкнуться, а не смотреть на мусорную кучу в интернете. Забота о сохранении природы и экологии нашей планеты благородная цель, к которой должен стремиться каждый из нас. Вопрос только в том, не пользуются ли нашими высокими мотивами политические силы, которые преследуют совсем другие, низкие цели. Федор Михайлович Достоевский писал, что мир не стоит даже одной слезинки замученного ребенка. Знают ли об этих словах русского писателя те, кто организует современные детские крестовые походы? Может быть, и знают, но все равно без стеснения используют детей в своих целях. Вот у нас в России, например, есть закон, запрещающий несовершеннолетним принимать участие в митингах и иных политических акциях. Наверное, по той самой причине, о которой писал Достоевский. Ну, а что касается Греты Тумберг, то она, похоже, искренне верит в то, за что она борется. И, наверное, даже предположить не может, что в этой борьбе она не настолько самостоятельна, как ей кажется. Хотя Грете Тумберг, заметьте, уже 17 лет, а в этом возрасте современные подростки не так наивны, как нам представляется. С вами был Павел Веденяпин. И берегите себя. Веденяпин.